Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, ваш Кент, и пока вам хотел бы рассказать очень много годных идей. И ведут их или нет, ребята, зависит только от вас, потому что, если вы поставите много лайков, то создатели Блокстрайка, просмотрев это видео, не поймут, что эти идеи нравятся вам, и, естественно, ребята, их, возможно, ведут. Так что, прямо сейчас поставьте лайк, напишите какой-то хороший комментарий, напишите, что же вы думаете по поводу всего этого, а также подпишитесь на мой канал. Ну что ж, а мы начинаем. И первая идея, это, ребята, кейс, в котором будет выпадать какой-то нож. Не знаю, как вам, но мне уже надоело. Я уже сколько задонатил, что просто ППЦ, уже можно было купить новую квартиру, ребята, где-то в центре Москвы. Ребята, я хочу кейс, допустим, за 500 золота, чтобы в нём выпадал только нож. Ну, то есть, я не говорю, что это будет обязательно керамбит, я хочу, чтобы там выпадали любые ножи, то есть, начиная от самого обычного, самый-самый, там, дешманский, и заканчивая самым крутым гуднайфом. Вот я считаю, что это было бы довольно-таки круто. Вторая идея, это классы зомби. То есть, чтобы было, допустим, три класса. Первый класс, это тот зомби, который есть сейчас. Второй класс, это зомби, который очень быстро бегает, но у него, ребята, мало ХП. И третий класс, это зомби, который бегает очень медленно, но у него, допустим, вдвое больше ХП, чем обычного зомби. Третья идея, связанная с кланами. Конечно, я согласен, что это, ребята, тяжело реализовать. По крайней мере, мне сказал Раум, что это реализовать крайне сложно, потому что сейчас клан, это просто текст. То есть, это просто, ребята, три буквы, и всё, больше ничего они не делают. Но было бы очень классно, если бы у кланов была статистика. Допустим, количество убийств клана, количество смертей клана. Также, чтобы в клан можно было вступать только по приглашению. Это, ребята, было бы довольно-таки круто. А также, чтобы показывало онлайн клана. Четвертая идея, это, ребята, чтобы добавили новый режим под названием Маньяк. Это очень классный, очень годный режим. Я думаю, что вы все в него играли в CSGO. Но если вы, ребята, не играли или не знаете, что это такое, то слушайте внимательно. В общем, суть такова. Есть один игрок, у него есть нож. И как бы что-то, ребята, это наподобие пряток. И этот парень с ножом должен найти всех игроков, которые запрятались, и убить их. Ну, я думаю, суть проста, но в то же время это очень интересно, это очень круто и очень весело. Пятое обновление, оно очень интересное и очень прикольное. Это то, чтобы добавили инвентарь. Как по мне, очень полезно и очень круто. То есть, если я, допустим, себе купил Галил, мне на Галил выпало ещё три скина, то я хочу, чтобы, когда я нажму на кнопочку инвентарь, там был мой Галил и все эти три скина. То есть, чтобы было видно всё-всё-всё, что у меня есть. Это, ребят, было бы очень удобно, очень круто и очень просто красиво, даже внешне эстетично. Как по мне, довольно-таки полезная и очень нужная функция. Ну что ж, на этом пока что всё. У меня ещё очень, прям очень-очень много идей. Всё зависит только от вас, если вы наберёте много лайков. Если вы напишите в комментариях, мол, Кентуха, продолжай годные идеи. Ребята, без проблем, сниму продолжение. Главное, в комментариях напишите, что вам понравилось, что вам не понравилось и какую-то конструктивную критику. Всё, ребята, всех люблю. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. С вами был ваш Кентопк, всем удачи и всем пока.